здравствуйте мои дорогие с вами канал евгения саженцева канал психолога практика а также богослова по образованию сразу после консультации включаю видео по свежим инсайтам чтобы ничего не забыть все что я хочу сказать и что мы вместе с клиенткой тоже обсуждали делюсь с вами ну и в целом у меня и раньше конечно все эти мысли были в голове я хочу сказать что нарциссы они по своей сущности как крысы то есть это люди предатели люди которые могут подставить даже в качестве друга нарцисса иметь нельзя и вот например когда вы иногда имеете такую мысль что вот нарцисс бросил как мне плохо вот бы все вернуть вы должны подумать о том что господь своим великим промыслом тоже делать для вас все так чтобы было лучше то что вам кажется сейчас проблемы например если нарцисс утилизировал вас на самом деле он уберег вас то есть господь от чего-то очень плохого и страшного вот я уже до этого записывал видео что нарциссы склонны к разного рода зависимости наркомании к алкоголизму и эти люди очень ненадежны вот представьте себе такую ситуацию что если бы этот человек был с вами да и в один прекрасный момент допустим шла бы полиция из-за него ваш дом да и начала бы осмотр я больше чем уверена что вот такие люди допустим если они наркоманы так скажем и они в любой момент могли бы вот так вот на вас показать пальцем и сказать что это не моё это вот моей жены например да запросто такие люди на такое способны и вот вы подумайте да вот с кем бы вы или сейчас живете да если вы еще не не расстались таким человеком или кто бы у вас был под одной крышей какой враг и какие бы последствия те отношения могли бы вас привести что вы можете даже из-за такого человека что угодно оказаться даже в тюрьме потому что эти люди могут придавать по крупному и они действительно так живут что им все сходит часто с рук и они могут подставить самого близкого но не всегда сходит с рук вот заметьте человек который живет по совести пусть даже он может чем-то беднее он может быть не в такой роскоши потому что он там например ну честен перед людьми да а вот такие люди они которые идут по головам там живут по кайфу по своему удовольствию вот это даже их приобретенное богатство ну тоже не вечно потому что рано или поздно и вор попадает в просак и наркоман в конце концов оказывается в тюрьме вы об этом вопросе не сильно то переживать потому что рано или поздно такие люди получают по заслугам самое главное вам понять что расставая с таким человеком господь уберегает вас от больших бед и вам с этим человеком просто-напросто не по пути то есть если вы живете по совести и по чести да это намного круче вы допустим уверены в завтрашнем дне что завтра все у вас будет более или менее нормально а с таким человеком это как на вулкане потому что ты не знаешь что он выкинет завтра и какие проблемы с этим паразитом могут случиться поэтому вы не жалеете что такие люди уходят от вас они просто уходят и вместе с ними уходят лишние ваши проблемы по жизни мы конечно не можем знать будущее чтобы вас могло ждать с таким человеком но я не думаю что жизнь с таким человеком предвещала бы вам что-то хорошее так или иначе потому что это крысы это самые настоящие крысы которые предают самых близких и при этом при всем сами свою пятую точку спасают им важнее всего именно себя обезопасить выбелить себя других всех остальных предать оклеветать и так далее и тому подобное такая у них сущность у них очень хорошо работает мозг на то чтобы выходить через клевету через ложь из разных ситуаций но тоже до поры до времени поэтому вот вы здесь и сейчас если расстались таким человеком даже если вы материально как-то где-то стали беднее в чем-то или ваше жилищное положение как-то ухудшилось вы должны знать одну вещь что лучше я буду где-то что-то скромнее но зато я буду знать что я живу по совести по чести и со мной рядом будут те люди которые придерживаются моих моральных принципов совести и чести я сейчас не говорю о правилах я не говорю о фарисейской закваске я говорю о совести о том что мы чувствуем внутри наш нравственный закон он нигде не прописан это мы чувствуем сердцем а нарциссы как раз не имеют этого внутреннего нравственного закона потому они даже совершив какое-то предательство они не испытывают что они в чем-то виноваты перед кем-то это опасные люди хотя бы потому что они не чувствуют вины и не чувствуют эмпатии они просто будут спасать свою пятую точку и при этом при всем они не могут получать радость от простых вещей поэтому их и тянет на всякие запретные вещества и на все что угодно они не могут порадоваться солнышку им надо жить по кайфу им надо жить по удовольствию и при этом при всем еще раз повторюсь будут подставлять по подлому вас в трудных обстоятельствах когда им нужно спасти себя это трусы это подлецы и это крысы у нас с вами совершенно другой путь путь по совести путь к богу путь к правде и давайте это видео я завершу тем что мы сегодня с вами поговорим о нашем о нашей дороге если мы будем идти к свету и к правде и будем предпринимать хотя бы маленькие шажочки к нашему счастью то господь нам будет обязательно помогать очень важно верить в хорошее потому что как вы себя настраиваете так оно и будет почему я часто советую говорить аффирмации потому что аффирмация это не просто какая-то мысль посланная к космосу это прежде всего мысль посланная вашему мозгу когда наш мозг думает о хорошем да например что у меня будет сегодня прекрасный день то мозг наш проецирует планирует такие планы грубо говоря чтобы действительно наш день получился удачным до конца мозг наш еще не изучен и мы не знаем какие у нас возможности есть внутри но когда мы думаем о плохом и верим в плохое то наш мозг автоматически выстраивает такие обстоятельства в нашей жизни мы сами своими руками их творим что мы доказываем сами себе веру в плохое поэтому верить надо в хорошее и тогда все складывается лучше вы сами своими руками складываете свою жизнь веря в хорошее прошу заметить что в этом нет никакой мистики и мы предпринимая усилия и веря в хорошее еще и веря в то что господь великим промыслом даже те обстоятельства которые нам кажутся плохими устраивает для нашего благополучия и чтобы отвести нас от какой-то беды мы идем к тому чтобы быть счастливыми поэтому вот такие честные люди которые живут по правде и по совести они так или иначе они пребывают во-первых в покое они спокойно спят по ночам потому что их не тревожит мысль о том что кто-то меня разоблачит кто-то узнает какое есть на самом деле именно так и живут нарциссы они постоянно в тревоге постоянно в заботе вот когда этот паразит от вас отваливается отваливаются и многие проблемы с ним связаны поэтому не бойтесь одиночества если вы остались одни без вот такого паразита это очень круто вот особенно да если вы женщина имея будете нарабатывать какой-то свой навык какое-то свое дело будете независимыми то это намного круче чем жить с мужчиной который несет в вашу жизнь большие беды большие какие-то может быть даже в будущем проблемы вы должны это сами для себя знать что жизнь по совести и вот такая дорога по чести она намного круче а вот таких крыс нельзя иметь рядом это очень страшно и опасно поэтому те кто еще не расстался с нарциссами пожалуйста сделайте этот шаг навстречу своей свободной счастливой жизни а счастье прежде всего оно внутри нас в нашем покое совести я так считаю а когда ты живешь по совести то и бог рядом и его благодать рядом и вы ощущаете радость каждый день я всем желаю радости добра и справедливости потому что так или иначе нарциссы получат по своим заслугам и у нас все будет хорошо у тех кто живет по совести спасибо если вам нужна личная консультация телефон как всегда в описании видео всегда рада с вами работать только вперед вот 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 я и все ну и все есть и Продолжение следует...